Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Книга Судей, пятая глава, песнь Деворы. После победы над Сесарой была воспета эта песнь. Эта песнь, которая занимает всю пятую главу, она представляет собой гимн, гимн победы. И по форме это такая архаическая поэзия. В Священном Писании есть несколько архаических поэтических текстов. Например, 49 глава книги Бытия, 32-33 главы книги Второзакония. Ну и вот пятая глава книги Судей тоже представляет собой такую архаическую поэму, поэзию, точнее гимн, гимн победы, победный гимн. Мы читаем в тот день, в день победы над Сесарой, воспела Девора и ворак сын Аминадамов сими словами. Двора поет, ворак ей подпевает, а слова следующие. Израиль отмщен, народ показал рвение, прославьте Господа. Девора поет, брецает музыкальными орудиями, призывает весь народ славить Господа. Почему? Потому что Господь воодушевил, вдохновил и даровал победу. Эта победа была дарована Господом, победа над Сесарой. Мы выше мечтали в предыдущей главе, Сесар лежит мертвый и кол в виске его. Помним, как эта самая отважная женщина Яэль вонзила ему кол, когда тот от усталости воздремал, молока напился и воды. Израиль отмщен, и это отмщение было совершено рукой женщины. Другая женщина, Девора, судья, воспевает. Прославьте, говорит Господа. Она обращается не только к народу, но и к царям, к вельможам. Царей у Израиля не было в то время. Имеется в виду, видимо, какие-то цари языческие. Слушайте цари. Третий стих. «Внимайте, вельможи, я Господу, я пою, обрецаю Господу, Богу Израилеву». Пусть все услышат победную песнь Деворы, прославляющую Господа и призывающую Его прославлять за ту победу, которую Господь даровал в этой священной войне, войне против Сесары. «Когда выходил ты, Господи...» Дальше она начинает прославлять самого Бога. «Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Эдомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду». Сеир, гора Сеир, это на юг от святой земли Израилева, там, где живут идумеи. Эдом, Яков и Эдом, два брата, как мы помним из книги Бытия. И вот от них два народа. Вечные братья и вечные противники, соперники. То Израиль подчиняет себе Эдом, то эдомитяне представляют угрозу для Израиля, может быть, не столько угрозу в военном плане, сколько вот они злорадствовали часто, когда другие покоряли, побеждали Израиль. И есть в псалмах замечательные строки, которые за это выговаривают Эдому, за то, что тот вел себя не по-братски. «Земля тряслась, небо капало». А пятый стих. «Горы таяли от лица Господня». Земля когда трясется? Когда землетрясение? Когда горы тают? Такой поэтический образ тающий, вот как мороженое тает, а так каменные, твердокаменные горы начинают таять, когда извержение вулкана. От лица Господа. Богоявление в Священном Писании часто сопровождается именно извержением вулкана, землетрясением, гром и молнией. Вспомним Синай. И вот здесь этот Синай тоже. Даже этот Синай от лица Господа, Бога Израиля. Вроде бы речь идет о победе над Сесарой. И воспевается конкретная победа над этим самым Сесарой полководцем царя Иовина Хацорского. Но здесь уже вся природа и сама гора Синай присутствуют в этом гимне, в этой военной песне. «Во дни Самигара, сына Анафава, во дни Иоили, были пусты дороги и ходившие прежде путями прямыми, ходили тогда окольными дорогами». Об этом судье Самигаре есть всего лишь одна строчка о его судействе. И, как я уже говорил раньше, скорее всего, он единственный судья, который не был из еврейского народа. «Яиль», вот эта самая женщина отважная, поминается, почему же были пусты дороги, ходили люди окольными дорогами, потому что была военная опасность. Были захватчики, которые поработили израильскую землю, и израильтяне должны были ходить окольными путями, партизанить, может быть, где-то, чтобы не встретиться с воинами вот этого Сесары. «Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле». Удивительные слова. Девора называет себя матерью в Израиле. Духовная мать. Государыня, барыня-сударыня Девора. Она осудила Израиль, она вдохновляла его на борьбу. Великая воительница в ряду этих замечательных женщин, которыми Господь спасал Израиля. Девора, Яэль, потом будет Иудивь. Дальше читаем восьмой стих. «Избрали новых богов от того война у ворот». Вот она, Девора, здесь в своей песне, говорит, почему случилась война. Война – враг у ворот. Почему? Потому что Израиль, израильский народ, избрал себе новых богов. Вместо Господа, Бога своего, начал служить иным богам, поклоняться им. За это Господь наслал Явина, наслал Сесару в наказание. А потом восстала Девора, народ наконец осознал, и была победа. Об этом мы читали в предыдущей главе. «Виден ли был щит и копье у сорока тысяч Израиля?» Сорок тысяч – полчища израильская. Щит и копье – главное орудие воина того времени. «Сердце моё к вам, начальники Израилевы, и ревнителям в народе прославьте Господа». Она всех призывает прославить Господа – царей, вельмож, народ весь. А вот здесь – начальники Израилевы, ревнители в народе. «Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песни». Те, кто ездят на ослицах белых – это знать, это начальники. Те, кто сидят на коврах – это тоже люди вельможные. А те, кто ходят по дороге пешком – это простой народ, амгарец. Все должны петь песнь вместе с Деворой. «Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да вас поют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля». Тогда выступил ковратам народ Господень. Вот все участвуют в этом гимне. Среди голосов, собирающих стада при колодезях, пастухи стада собирают к колодезям вечером, пастухи, чтобы напоить их. Эти самые стада. Колодец очень много, значит, на Ближнем Востоке, в Святой Земле, там, где колодец, там есть вода. И даже во время летней засухи, когда без дожди, можно напиться и напоить скот стада. Когда колодезь пересыхает, это великое бедствие. «Хвалу Господу, хвалу вождям Израиля». Вожди Израиля, ведущие воины Господни, они тоже восхваляются. «Воспрянь, воспрянь, Девора, воспрянь, воспряни, воспой песнь, восстань, ворак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов». Здесь как бы уже народный хор вступает во время этой песни. Ну, здесь прям целая такая оратория получается. Призыв звучит уже к самой Деворе и к вораку. «Встать и петь, воспрянь, воспряни». Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых. Она в числе сильных Девора, и ей, и вораку, и аили, и другим всем, и отважным воинам, который бежал с горы, поражал эти войска Сесары, и даже не осталось никого, кого бы не настигли и не истребили этих захватчиков. Вдруг духом Божьим вдохновленные эти самые воины стали храбрыми. Но откуда у них эта храбрость? От Деворы, от ворака. «Немногим из сильных подчинил он народ». Бог подчинил народ немногим. Вот дальше с 14 стиха мы здесь встречаем перечисление некоторых колен. Даже, можно сказать, многих колен. Израилевых. То есть, вот эта вот коалиция израильских племен вместе выставили народное ополчение, чтобы противостать Сесаре. Читаем. «От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика». Эфраим, Ефремово на горе, центральное, очень многочисленное колено в Израиле. И от Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика. Амалик, амаликитяне, на юг от Израиля. На юг, даже южнее, чем Иудея, туда, где пустыня Негев, и дальше еще на юг. Амаликитяне – кочевые племена. Часто иногда, видимо, под амаликитянами следует понимать не только непосредственно потомков Амалека, но и какие-то другие близкородственные племена, которые там проживали и странствовали. «За тобою Вениамин». Вениамин – южное колено, на юг от Ефраима – Вениамин. И здесь говорится, что Вениамин – среди народа твоего, народа Господнего. «От Махира шли начальники». Махир – сын Менаше, сын Монасии. Но здесь, скорее всего, под Махиром понимается сам Менасе, Монасия. «Шли начальники и отзву луна, владеющие тростью песца». Тростью песца? Зачем трость песца на войне? Всегда на войне нужны писари. Всех воинов посчитать, определить. Надзиратели такие вот песцы. Не каждый владеет тростью песца. Эти люди ценные. «Князья из Сахаровой с Деворою, и из Сахар, так же, как и в Арак, бросился в долину Пеший». Вот здесь, в 15 стихе, дважды говорится об Иссахаре. Но некоторые предлагают здесь, что второй раз, когда слово «имя из Сахар» встречается, предлагается заменить его на «Нафтали». Например, Библия, Иерусалимская Библия де Жерузалем, она меняет здесь на «Нафтали», «Нефалим», чтобы было «Иссахар» и «Нефалим», они всегда в паре идут, как бы предполагается такая вот рекомендация, замена. Ну, трудно такую замену обосновать, поэтому мы читаем в тексте два раза из Сахар. «Князья из Сахаровой с Деворою и из Сахар, так же, как в Арак, бросился в долину Пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие. Сыны Рувимовы, за Иорданское колено, первенец Иакова, у них, среди них было большое разногласие». Непонятно, что за разногласие, но Евора, ее победная песнь, все разногласия отставить. «Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие», повторяется рефреном. «Не надо сидеть, слушать блеяние стад, надо ставить стада, взять в руки оружие и идти вместе, вместе со всеми, чтобы воевать против захватчиков». То есть, вступить в эту конфедерацию, быть в этой конфедерации, не отлучаться от нее, не разлучаться с ней. Конфедерация израильских племен, израильских колен и выставить вместе общее войско. «Галаад живет спокойно», здесь 17 стих, под «Галаадом», здесь, возможно, следует понимать гада. То есть, может быть, здесь описка или плохо сохранился текст, или, может быть, описка переписчика, но такое делается предположение, что всякие племена перечисляются, если заменить Махиранам и Наше, если заменить Галаад на гада, то, получается, почти все племена, все колена почти здесь упоминаются. Может быть, в 17 стихе имеется в виду не Галаад, Гильад, северо-восток Израиля, а имеется в виду Гад, одно из тоже заирданских племен. Гад живет за Иорданом. Чего бы там за Иорданом жить Галааду? Галаад – это область, а Гад – это один из сыновей Иакова, колена Гадова. И Дану чего боятся с кораблями? Дан, колено Данова разделено было на две части. Некоторые потомки Дана остались жить там, где побережье Средиземного моря, там, где Яфо, там, где сейчас находится город Тель-Авив. А не всем хватило там земли на дело, поэтому некоторые отправились искать себе на дел далеко на севере. Там возник город Дан, и вот там, как Данитяне искали себе землю на севере, мы будем читать в конце книги судей. Дану чего боятся с кораблями? Имеется в виду, это южная часть колена Данова, живущая на берегу Средиземного моря. Асир сидит на берегу моря, у пристани своих живет спокойно. Колено Асира – это северное колено приморское, там, где пределы Тира и Сидона, там было расселено колено Асира по жребию. Завулун, народ, обрекший душу свою на смерть, и не вфалим на высотах поля. Вот Звулун, Нефтали, они… Звулун обрек душу свою на смерть, но лучше погибнуть в бою, чем жить под Ермом, да, как говорят, чем жить в Ерме. Поэтому вот идущий на смерть захватчиками, он обрекает свою душу на смерть, как бы заранее, что готов отдать свою жизнь. Туша здесь – это жизнь. И не вфалим на высотах поля. Вот из этого списка здесь конфедерации племен, конфедерации колен, воспеваемых Деворой, мы не видим двух колен, даже трех, левиты, левитов нет, нет иудеев, колена Ягуды отсутствует, и колена Шимона, Симеона. Или потому, что это самые южные колена, достаточно изолированные, или, может быть, они их не позвали, непонятно, или они сами не пошли, или они были вне этой конфедерации, непонятно. Они здесь не упоминаются, упоминаются только те колена, что упомянуты, из южных колен, вот только Вениамин. А колена Иуды, колена Левия, колена Шимона не упоминаются. Вообще, колен израильских не 12, а 13, потому что колена Иосифа разделяется на два колена, Эфраима, Ефрем, и Менаше, Моносии. Два больших колена, которые вместе являются потомками Иосифа. Получается 13 колен, не 12. Пришли цари, сразились. Тогда сразились цари ханаанские, фанаахи, увод мегедонских и не получили немало серебра. Воспеваются цари-князья, которые сразились, цари ханаанские, фанаахи, увод мегедонских, что это за цари? Ну, Сесара не был царем, поэтому имеются в виду какие-то, может быть, отсылки к другим сражениям, к другим историческим страницам истории войн израильских. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сесарою. Это интересный мотив. В книге Иисуса Новина мы читаем тоже, что Господь с небес бросал камни, на Хананееве, потом солнце стояло, луна на месте своем не двигались, как воспел Иисус Новин, стой, солнце, луна над долиной Айолонской и так далее. Здесь говорится, что звезды с путей своих сражались, помогало даже небо, небесное светило, помогали воевать с Сесарою, поражать его, когда его войска бежали от израильтян. Здесь Южная Галилея, Мегиддо упоминается, город Мегиддо, и там в этой долине, под этой горой, там источники водные, поэтому воды Мегиддо. С неба сражались звезды, 21 стих, «Поток Кессон увлек их, поток Кедумим, поток Кессон». Поток Кишон – это поток тоже в Галилее, там, где на горе Кармель, там, где потом будут места подвигов пророка Божьего Ильи, вот этот поток Кишон, из которого он будет пить, вот, Кедумим там же находится, поток, вот, так поэтически, очень ритмично здесь, словно воды потока, речного потока, увлекли, увлекли их воинов. «Тогда ломались копыта конские от побега, от побега сильных его». «Настолько был сильный этот галоп конский, галопом скакали кони, у них аж копыта ломались». Вот здесь такой ритм стихотворения. «Тогда ломались копыта конские, от побега, от побега сильных его». Этот ритм такой, победный такой, наступательный ритм, он очень напоминает строку Псалма 68-го, привычной нам нумерации 67-го. «Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу». Вот такой же самый ритм, бегут, бегут, цари воинств. А здесь копыта конские ломаются от побега, от побега сильных его. Дальше звучит призыв Деворы проклясть. Кого проклясть? Мероз. Что это за Мероз? 23 стих. «Этот самый Мероз, возможно, Хербет Маруз, на юг от этого самого Кедыша». Вместо Кедыш. И вот ученые, географы библейские говорят, что Мероз следует локализовать в Хербет Маруз, на юг от Кедыша. Говорит ангел Господень. Это даже не Девора, а сам ангел Господень призывает проклясть этот самый Мероз. И понятно, за что жители его. За то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми. Воины Господни, Господь благословил Девору, Варака и Аили, и потом войско все израильское. И это священная война. Священная война, в которой должны участвовать все. Израильтяне выставлять от каждого колена должны были ополчения, чтобы участвовать. Но вот эти отказались жители Мероза. За это ангел Господь о них проклинает. Поэтически воспевается. Нигде в Священном Писании мы не читаем. В той же самой книге судей об этом событии, но это событие воспевается Деворой. Да будет благословенно между женами и Аиль, жена Хевера, киньянина, между женами в шатрах да будет благословенно. О ней мы читали в 4 главе. Рукою женщины Господь даровал победу над Сесарой, полководцем Явина Хацорского. Она взяла колышека и пригвоздила этого Сесару в шатре к земле. Колышек в руку, в левую, в правую молоток и пригвоздила его прямо так. Такой кол, видимо, был хороший. Она, видимо, женщина была сильная. Яиль. Здесь она похваляется Девора, и все певцы похваляют ее и благословляют ее. Между всеми женщинами она благословенна. И дальше описывается, в чем же ее подвиг. Воды просил он, молока подала она. На, вот тебе молока. Бей вот кефир, простоквашу, ряженку. В чаше вельможеской принесла молока лучшего. Имеется в виду ферментированное молоко, то, что мы называем простоквашей. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Молот работников. Ну, такая кувалда. Очень добрая, блаженная, благословенная кувалда. Кувалды бывают разные. Вот у нее святая кувалда была. Она взяла эту кувалду или молот. Молот работников. То есть, может быть, кузнец, кузнецов тоже молот. Может быть, имеется в виду кузнечный молот. И поразила, ударила, Сесару поразила голову, его разбила и пронзила висок его. Вот в чем состоял ее подвиг. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. Все. В окно выглядывает и вопит мать Сесарина. Сына своего оплакивает мать этого самого захватчика, оккупанта. Сквозь решетку. И сейчас на востоке очень популярны такие вот вместо окон на балконах лоджи не стеклят, ничего не делают, а такие вот решетки между кирпичей, дыры. Называется арабский телевизор, чтобы могли смотреть. Они, их никто не видит там, на балконе этих женщин. Они всех видят сквозь вот эту решетку. И вот мамаша Сесарина тоже смотрит, выглядывает. Когда там сын ее с победой придет? С победой, чтоб воротился ты домой, да? Мать Сесарина сквозь решетку выглядывает, вопит. О чем она вопит? Что так долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его? А умные женщины отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно они нашли и делят добычу по девице, по две девицы на каждого воина, в добычу полученная разноцветная одежда Сесаре, полученная в добычу разноцветная одежда. В поэзии всегда повторяются одни и те же слова. Вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Воины вполне незаконно должны вернуться с добычей скорейшей победы, чтобы воротился. Как там в песне пелось? Тебе желаю, товарищ мой, чтобы со скорой победой воротился ты домой. А мать тоже думает, когда сын ее генерал-полководец вернется домой с добычей, с пленницами красивыми, с разноцветными одеждами в качестве военных трофеев. Но вместо этого она не дождалась, конечно, сына своего мать этого оккупанта Сесары, и она его будет вопить уже, оплакивая. Наконец завершается песня такими словами. «Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей». Это заключительные слова песни. Подводится как бы резюме. «Пусть все враги погибнут до основания, а вот любящие его, пусть будут как солнце, восходящее во всей своей силе». Действительно, слава, победа, как солнце восходит, так клич победы раздавайся. И восхваляются те, кто любят Господа. Они, как раз любящие Господа, во главе с Деворой и Вараком победили Сесару. А враги Господни – враги Израиля – это враги Господни, да погибнут. И завершается эта глава словами «И покоилась земля сорок лет». Следующие сорок лет земля покоилась. А дальше в шестой главе начинается уже следующая страница эпохи судей. Запись сделана на библейском портале Экзегет. Неми отеля «Экзегет», вера поднял «Экзегет» смотрите «Экзегет», «Экзегет» «Экзегет», дыхание поднял цепей «Экзегет» «Экзегет». Рой